Всем привет! Меня зовут Шурупова Яна, я сотрудник кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ, занимаюсь палеонтологией, а если точнее микропалеонтологией, изучаю эволюцию. Сегодня мы с вами поговорим про один из объектов палеонтологии, а именно самые удивительные и будоражащие умы — это динозавры, и о последних открытиях, которые позволили пересмотреть взгляд на реконструкции динозавров. Ну, во-первых, что такое палеонтология? Палеонтология — это наука, которая изучает ископаемые организмы, историю органического мира прошлого нашей планеты, начиная от каких-то простейших одноклеточных организмов, бактерий и так далее, заканчивая антропогенезом. Также палеонтология изучает остатки растительных организмов, следы жизнедеятельности различных организмов, в общем, всё, с чем связано биоразнообразие, с чем связана жизнь. Один из главных и самых ярких объектов палеонтологии — это динозавры. Динозавров описано великое множество видов, динозавры, и они занимали различные экологические ниши, освоили наземные места обитания, и поэтому они занимают огромный целый культурный пласт в нашей культуре человечества. Понятно, что палеонтологические находки известны и не только современным людям, но и людям прошлого, а именно, например, древние греки находили какие-то кости динозавров, и, возможно, динозавры влияли на массовую культуру уже тогда, потому что, например, описать то, с чем сталкивались люди в то время, было довольно сложно, и поэтому, возможно, различные мифические существа, такие как драконы и грифоны, они складывались именно из образа динозавров. Ну вот, например, на слайде изображен греческий сосуд, где Геракл побеждает троянского монстра, и троянский монстр удивительно похож, его голова похожа на череп какого-то хищного огромного динозавра, возможно, даже того же самого тирекса. Или, если мы посмотрим на картинку с грифоном, то в профиль тоже напоминает известного сейчас науки динозавра. Что же касается современной культуры, начиная с 20 века, активно развивается палеонтология, описываются новые виды динозавров, огромное количество. Динозавры из узкого научного круга выходят в массовую культуру, и поэтому появляются различные фильмы. Ну, например, там все началось с Рейха Эрхаузена, который лепил динозавров из пластилина, различные модели. Динозавры начинают захватывать такое поле, как научная фантастика, и занимают значимое место в жизни современного общества. Что же касается 21 века, то динозавры в нем засели еще плотнее, потому что даже зайдя в супермаркет, мы начинаем с вами с ними сталкиваться. Я, например, однажды нашла макароны в виде динозавров. Динозавры смотрят на нас с обложек различных журналов, есть масса мультфильмов, различные интернет-мемы и так далее. Так что динозавры являются неотъемлемой частью нашего культуры. Как менялись взгляды на динозавров? Про то, что динозавры были пернатыми, было известно еще Чарльзу Дарвину. Известная находка археоптерикса с перьями, его тогда назвали переходным звеном между динозаврами и птицами. Пернатые динозавры были известны уже тогда, но масштабы этой пернатости тогда были еще не ясны. Археоптерикс казался таким отчепенцем и непонятным переходным звеном. Но на самом деле археоптерикс к птицам отношения не имеет. Они, конечно, дальние родственники, но это не прямой потомок, не прямой предок птиц. И на самом деле пернатых динозавров было намного больше. Не только один известный археоптерикс, например, различные двуногие хищные тераподы тоже были покрыты перьями. Это очень интересный момент, потому что, например, в парке юрского периода те же самые велоцерапторы изображены без перьев, то есть по старым реконструкциям они выглядят такие, как прытки и ящерицы. Но если бы парк юрского периода снимался бы и сейчас, то, возможно, динозавры там были бы уже пернатые и выглядели совсем по-другому. Конечно, в парк юрского периода были научные консультанты, которые доводили до создателей фильма, что уже известны находки с перьями, что, может быть, мы пересмотрим взгляд. Но создатели фильма остались верны франшизе. И уже последние парки юрского периода они оставили там, и в мире юрского периода тоже оставили там таких классических рапторов без перьев. Как поняли, что рапторы могут быть покрыты перьями? Вообще, на самом деле, это открытие прогнозировал еще наш отечественный палеонтолог Курочкин по морфологии скелета. Но недавно были найдены локтевые кости рапторов, и на этих локтевых костях были описаны такие вот разные насечки. И эти насечки сравнивались с насечками на локтевых костях современных птиц, например, индейки и буревестника, и они очень похожи. То есть здесь по косвенным признакам можно восстановить то, что на передних конечностях находились перья. Соответственно, наверное, на остальных частях тела могли находиться перья тоже. Так что вот нам с первый звоночек про пернатых динозавров. Но дальше находки были еще интересней. Знаменитые месторождения бирманского янтаря – это в Мьянме. Оттуда известно множество находок различных беспозвоночных, там насекомых, там даже улитку нашли, пауки, части растительности. И даже некоторые позвоночные попадали в янтарь. Тогда на территории Мьянму был лес, откуда массово изливалась смола, куда влипали различные животные, в том числе и динозавры. Вообще это удивительное стечение обстоятельств, когда такой крупный организм, как динозавр, мог влипнуть в янтарь. Но понятно, что это какой-то по размеру был совсем маленький динозавр, и нашли кончик хвоста. Кончик хвоста, и он был покрыт перьями. И по этому кончику хвоста примерно, во-первых, посмотрели на строение перьев, и выяснилось то, что строение перьев у динозавров было намного разнообразнее, чем считалось ранее. И также реконструировали, сделали 3D томографию этого кусочка янтаря, не разрушая. Там, значит, восстановили строение этого хвоста, и по моделькам выяснили то, что этот хвост для полета не годился. То есть это был пернатый динозавр, но который не летал. Этот хвост принадлежал молодой некрупной особи, примерно вот такой. И по какому-то стечению обстоятельств он попал в янтарь и дошел до наших дней. Интересно, что из янтаря известны находки не только перьев самих динозавров и каких-то примитивных птиц, но и тех, кто паразитировал на этих перьях. То есть мы с вами можем представить, как динозавр боролся с этими паразитами, почесывал различные свои конечности. Это было найдено в янтаре перо динозавра, на котором находились несколько паразитов, пухоедов. Это не те пухоеды, которые сейчас, но это эктопаразиты, которые портили перьевой покров динозавров. Помимо таких пухоедов были найдены также клещи в янтаре, которые тоже донимали динозавров в мезозое. Причем клещи это были самки, которые уже напились кровью. Но понятно, что как в парке юрского периода здесь не получится выделить кровь и клонировать динозавров, потому что в янтаре сохраняется, грубо говоря, пустая оболочка и такой моментальный слепок этих организмов. Но мы с вами получаем более красочную картину жизни пернатых динозавров. То, что они страдали от паразитов точно так же, как и современные организмы, от похожих паразитов. В янтаре также был найден кусочек крыла, но это не динозавр, это примитивная птица. Причем это крыло, там на нем можно рассмотреть и перья, и когти передней конечности. Сделали также томографию, посмотрели строение этого крыла, определили, что это крыло принадлежало совсем молодому птенчику. И, видимо, по каким-то катастрофическому стечению обстоятельств, либо он сам влип в янтарь, либо кто-то ел этого птенца, и его крыло попало в янтарь. Но зато теперь у нас есть с вами разгадка к эволюции птиц. Также в янтарь попал и даже птенец, такой энансорнисовый птиц. Он совсем был маленький, размером с крупного таракана. И можно посмотреть, как проходил антогенез у древних птиц. Также, помимо того, что динозавры покрыты перьями, очень интересно взглянуть на внешний облик, например, какого они были цвета. Попробовать установить окраску. И ученым это удалось. Окраску можно установить по упаковке меланосон, который содержит пигмент, тот же самый пигмент, что у нас в своем волосах или у современных других животных. Если посмотреть под мощным сканирующим электронным микроскопом структуру пера, то иногда сохраняется этот пигмент. И по его количеству, по его упаковке, можно, сравнивая с перьями современных птиц, реконструировать, какого цвета были перья динозавров и вымерших птиц. И как только появилась эта методика, открытия по окраске и раскраске динозавров, они, значит, посыпались, как из рога изобилия. И что мы, получив такой мощный инструмент, что мы знаем? Во-первых, мы знаем, что некоторые перья преломляли солнечный свет и обладали таким свойством, как иеризация. Потому что это когда вы смотрите, например, на хвост павлина, и он красиво переливается на свету. Такое было уже в мезозое. Также, что касается цвета. Найден скелет с отпечатками перьев. Посмотрели под микроскопом структуру упаковки мелносом в этих перьях. И выяснилось, что этот динозавр, асинозавроптерикс, он был таким бурым с полосатым хвостиком. То есть у нас с вами картинка дополняется. Также еще один интересный динозавр, четырехкрылый динозавр Анхернис. Он также был покрыт перьями. Там смотрели упаковку этих пигментов с разных точек скелета под микроскопом. И восстановили окраску. И он был покрыт темными черными перьями с белыми какими-то элементами на крыльях и на задних конечностях. И на голове у него был красивый нарядный хохолок и какие-то пятна на щеках. Возможно, этот красивый красный хохолок возник для привлечения полового партнера в результате полового отбора. Но с каждым годом реконструкция динозавров становится все детальнее. И вот, казалось бы, здесь мы уже знаем про то, что Анхернисы были пернатыми, про то, какого они были цвета. Но в последние годы добавилась еще одна деталь. Посмотрели структуру перьев. И эти перья разветвлялись как вилочка. И перья такого строения значат то, что перьев покров был более пушистый, чем считалось ранее. И поэтому у нас теперь есть еще одна новая реконструкция этого Анхерниса. Он представляется таким более пушистым. Соризации тоже очень интересно. Посмотрели, как преломляют цвет перья микрорапторов. Очень хорошая сохранность и скелет. Вот павлин соризации. И получили вот такую интересную картинку, что они были покрыты темными перьями, которые отражают, преломляют цвет, как, например, у современных каких-то скворцов темных. Эти микрорапторы очень интересны тем, что у них было четыре крыла. И все эти четыре крыла были задействованы в полете. То есть это единственный известный организм, который использовал четыре крыла в полете. Также интересная находка с эризирующими перьями еще одного динозавра из Китая. Сравнивали окраску перьев в разных точках и получили вот такую потрясающую картинку. Этот динозавр был совсем радужным. У него на голове и ближе к передним конечностям перья очень сильно преломляли свет, за счет чего появлялся такой радужный красивый воротник, который тоже, возможно, возник в результате полового отбора. Также близкие родственники тираннозавров тоже были покрыты некоторыми перьями. Но там перья были совсем такие как нитевидные филаменты, тоненькие, такой скорее пушок. Но они обитали в довольно холодном климате, и, видимо, эти перья возникли как теплоизоляция. Так что этого динозавра назвали Ютиранус, такой король в перьях. Так что некоторые тираннозавриды были покрыты перьями. И находок тираннозавра с перьями, конечно, еще пока неизвестно. Известны находки отпечатков кожи тираннозавров. Она такая вот как ящеровая чешуйчатая. Но близкие родственники были пернатыми. Поэтому на эту тему можно пофантазировать, каким бы мог быть тираннозавр. И, возможно, он мог бы выглядеть вот так, покрытый перьями. Еще одна интересная находка и эволюция взглядов на еще одного такого впечатляющего динозавра, как спинозавр, она пересматривалась в течение истории его изучения несколько раз. Если у нас с вами король прошлых парков юрского периода, это был тираннозавр-рекс, то в каких-то последних они ввели новое действующее лицо спинозавра. И можно сравнить его с как менялись взгляды. И мы получаем такую интересную картинку. Изначально спинозавра изображали как такого вот крокодилоподобного динозавра. Он и образ жизни вел похожий. Но со временем, чем больше находок, тем больше менялся взгляд на его реконструкцию. То есть сначала это был какой-то вот такой двуногий с гребнем хищник. Потом этот хищник все больше опускался. И менялся его походка, менялся его облик. Так как этот хищник много времени... Он был рыбоядный и питался всем, что может поймать в каких-то водоемах. И поэтому он хорошо задокументирован в палеонтологической летописи. Здесь очень много зубов известных этих спинозавров. И интересно то, что это единственный динозавр, которого можно купить в свободной продаже по более-менее доступной цене. Которые могут позволить себе, пожалуй, любые коллекционеры. Даже у меня есть несколько таких зубов. Это интересно. В этом году вышла статья в Nature, которая позволила пересмотреть реконструкцию спинозавра еще раз. И она оказалась еще более впечатляющей, чем была раньше. Найден фрагмент хвоста спинозавра. И выяснилось, что у него был не только гребень на спине, но и такой вот уплощенный хвост, который он использовал в плавании. Так что последние взгляды на спинозавра вот такие. И спинозавр настолько звезда, что он оказался на обложке журнала Nature. Что касается нашего знаменитого археоптерикса. К сожалению, по этому знаменитому скелету невозможно установить цвет, потому что там от перьев ничего не осталось. Остались только отпечатки. Но известно из тех же самых отложений несколько перьев, которые определили как археоптериксовые, использовали вот эту методику по реконструкции цвета. И получили вот такую картинку. Конечно, сложно реконструировать облик всего животного по одному только перу, но зато это хоть какой-то ключик. Мы можем предположить, это перо было похоже как у сороки. Оно было темное, с белой оборочкой. И, возможно, археоптериксы были такими вот черно-белыми пернатыми созданиями. Ну, чем больше находок, тем больше деталей. Посмотрели еще другие перья археоптериксов и получили еще более интересную картинку, потому что перья археоптериксов отражали свет. И они могли, значит... Был эффект эризации, и они блестели красиво. То есть археоптериксы были такими более радужными, чем не какими-то там серыми и скучными, а очень впечатляющими динозаврами. Наши с вами отечественные динозавры тоже не отстают. Также известны находки. Это динозавры совсем из другой группы, не той, которую мы рассматривали до этого, но у них тоже параллельно в процессе эволюции возникли перья. Перья не для полета. Перья, которые, видимо, служили тоже как теплоизоляция. Они тоже были такие, как пушок, филаменты. И эти динозавры настолько замечательные, что их даже поместили на герб Читинского района. У них были такие кожистые лапы и кожистый хвост, а само тело было покрыто перьями. Также существует еще одна группа динозавров, пситокозавры, у которых тоже независимо в процессе эволюции появились перья-подобные структуры, которые украшали их хвост, которые не выполняли никакой функции ни полета, ни теплоизоляции, а, скорее всего, тоже возникли как в результате полового отбора. В результате полового отбора могли возникнуть также перья. И вот у этого замечательного динозавра у него найдено несколько перьев, которые находились на хвосте, и это были гигантские длинные перья, яркие, красивые, преломляющие свет, как, например, у современной райской птицы. Это уж точно, наверное, украшение, привлекающее партнера. Все, о чем мы с вами говорили до этого, это внешний облик. Но еще более интересно взглянуть на поведение динозавров. Существует такая отрасль палеонтологии, как тофономия, которая изучает условия, при которых сохраняются скелеты. И по тофономии можно восстановить, в каких условиях погиб динозавр и так далее. И если сравнивать тофономию посмертных постов, то есть когда динозавр уже погиб, попал в какой-то водоем, его засыпало осадком, то мы видим примерно такие позы, как слева на слайде. Известно несколько находок, где динозавров засыпало в прижизненном состоянии, то есть они не погибли, их засыпало в прижизненном состоянии, когда они находились в состоянии покоя, спали или отдыхали. Их засыпало пеплом. И такие прижизненные позы позволяют нам реконструировать поведение. Мы видим, что помимо того, что динозавры были похожи на птиц своим внешним обликом, перьями, полетом и так далее, они были похожи по поведению, потому что позы отдыха у них, как птицы отдыхают на гнезде, собраны, известны одни находки с такими прижизненными позами. И очень интересная находка с красивым названием «Спящий дракон» – Мэй Лонг. Здесь маленький динозавр. Его засыпало пепло моментально, когда он спал. И он спал, свернувшись, как современные птицы, все подобрав под себя конечности и спрятав морду под передней конечности. И это действительно очень похоже на современные позы спящих птиц. И из этих же самых отложений, это из Китая, их еще называют «меловые помпеи». Там всех этих несчастных динозавров моментально просто пеплом накрыло. Тоже в очень похожей прижизненной спящей позе найдено два экземпляра скелета, по ним описали новый вид, и мы опять с вами наблюдаем птичье поведение. Вот смотрите, если это сравнить, действительно очень похоже. Что касается поведения, например, у многих динозавров была забота о потомстве. Они высиживали яйца, опять-таки, как птицы. И есть даже динозавр, который называется читипати, которого раньше, это овераптеры, их раньше постоянно находили рядом с кладками яиц, и несправедливо приписывали им то, что они воруют яйца, но на самом деле они не воруют яйца, они их высиживают. Это стало известно после того, как открыли находки именно этих читипати на самом гнезде. Есть даже такой скелет читипати, которого назвали по-доброму Big Mama, который высиживает яйца в гнезде. Интересно то, что эти читипати, они жили группами, потому что найдено было несколько скелетов читипати тоже в прижизненных позах. Это несколько скелетов, которые принадлежали подросткам. У них очень трагичная история, их отобрали у контрабандистов, но они попали в хорошие руки к ученым, и это все позволило описать поведение читипати. Это значит то, что эти подростки какое-то время жили в группе вместе, скорее всего, с родительскими особами, и опять-таки мы с вами видим признаки птичьего поведения. Интересно то, что у читипати у них не только самки высиживали яйца, но и самцы. То есть мы с вами видим заботу о потомстве и материнскую, и отцовскую. Поведение динозавров можно также реконструировать, например, по следовым дорожкам. Этим занимается палеоихнология. Если проанализировать состав этих следовых дорожек, можно примерно определить возраст особи, которых оставляли. И, например, по следовым дорожкам гадрозавров было установлено то, что структура стада гадрозавров, во-первых, то, что они стадные, во-вторых, то, что структура стада у них была примерно такая же, как у современных стадных животных. То есть у них была примерно половина взрослых особей и по четвертинке молодых особей и подростков. Причем взрослые особи шли по краям и защищали молодняк от каких-то неблагоприятных факторов. Также интересны находки следовых дорожек крупных заваропод. Во-первых, по тому, как продавливался грунт, стало понятно, что завароподы не такие тяжеловесы, как считалось раньше. Во-вторых, были очень интересные находки следовых дорожек только передних конечностей заваропод. Сначала, конечно, это кажется странным и удивительным, почему только они же не на передних лапах ходили, но выяснилось то, что, скорее всего, тут был такой сценарий, что крупные завароподы пересекали водоем и держались на плаву, передними конечностями отталкивались от дна. То есть это значит, что плавучесть у заваропод была выше, чем мы полагали ранее. Ее сравнили с плавучестью современных крупных организмов. И да, все совпадает. Возможно, тело заваропод было заполнено какими-то воздушными мешками, которые позволяли им быть более плавучими. Также, анализируя поведение птиц, можно это все как-то сопоставлять динозавровым поведением. Очень интересный был эксперимент, когда птице современной, значит, цыпленку, ему цепляли такой специальный аппарат, специальное приспособление, которое имитировало динозавровый хвост. Оно похоже на вантус. И смотрели, как будет меняться походка. Потому что у птиц нет такого шикарного хвоста, как у динозавров. И походка у этих цыплят становилась более динозавровой, они выпрямлялись. То есть мы с вами по косвенным признакам можем взглянуть на поведение динозавров. Итак, что мы с вами получаем? Взгляды на динозавров менялись несколько раз. Изначально, когда их только описывали, они были ужасными ящерами, грузными, неповоротными, хладнокровными, такими медлительными. Вот. Затем в ренессанс динозавров они изображались, как такие уже прыткие ящерицы, обтянутые такой вот все кожей, очень быстрые. Но на самом деле то, с чем мы сталкиваемся с вами в 21 веке, выглядит вот так. Во-первых, мы с вами видим опровержение такой метафоры «рожденный ползать, летать не может», потому что динозавры – это изначально у нас с вами ящеры, которые не рождены для полета. Но мы видим, что в процессе эволюции у них неоднократно и в разных группах возникали перья, разные группы освоили полет, кто-то даже освоил полет на четырех крыльях. И здесь мы с вами видим, что «рожденный ползать» все-таки иногда может летать, если при подходящих условиях. И взгляды на динозавров поменялись в ту сторону, что мы все больше птичьих черт видим и в поведении, и во внешнем облике, и в окраске, и даже в том, как динозавры спят. Поэтому современные реконструкции выглядят намного интереснее, чем самые смелые фантазии исследователей прошлого. Так что следить за этими новостями очень интересно каждый раз, потому что даже тот динозавр, облик которого уже более-менее реконструирован, чем больше находок, чем больше добавляется деталей, тем более удивительный и более достоверный облик предстает перед нами. Для всех интересующихся я могу порекомендовать литературу, которая представлена на слайде. Сейчас очень много хорошей переводной литературы и отечественной тоже, поэтому советую следить за открытиями палеонтологии последних лет не только динозавров, но и других организмов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА